Девушки отдыхают Ладно, народ, слушайте. Объявляю о начале операции. Я хочу голову сорок седьмого на блюде и как можно скорее. Сэр, вам не кажется, что вернуть девушку более важные задачи? Нет, Джейд. Сперва нейтрализуем предателя, который заварил эту кашу. Он знает, где она, поверь. Достанем сорок седьмого, достанем и девчонку. Больше лажать нельзя! Пора отправить святых. Девушки отдыхают Йоу! Ладно, я вам покажу. Тайлер тебе рассказал про свой план? Мы уводим девку из-под носа у Декстера и продаем ее сами. Тайлер уже связался с конкурирующей оружейной конторой. Шестизначные числа, чувак. К черту! С мистером Декстером лучше не связываться. Я на это не пойду. Это... Это слишком опасно. Ты что, про Дерриена забыл? Как насчет Дерриена? А, Дерриен. Дерриен облажался. Вомерник он того заслужил. Слушай, ты что, хочешь торчать тут всю жизнь? Быть у Хромова на побегушках? Но уже отрасти яйца. Люк и Мэйсон уже в доле. Банда. Как в старые времена. Никто не узнает. Ты что, не сечешь? Наше время пришло, чувак. Нам нужно лишь узнать, где они держат девку. Эй, парни! Тут нельзя парковаться. А мы припарковались. Да. Я так понимаю, и штраф вы нихрена не заплатите. Да. А чего париться? Я вычту его из твоей зарплаты. Слушай-ка. Ленни Декстер. Отщепенец. Паршивая овца. Похитил девушку, чтобы заслужить уважение Блейка. В цепи моих врагов он самое слабое звено. Заставить его говорить не проблема. Но прежде надо разобраться с ягуарами. Просто так они Ленни не отдадут. К тому же... Они слишком много знают. Продолжение следует... Или с нами, или против нас. Ясно? Мы оба знаем, что это значит. Я пойду в гараж и слегка надавлю на парней. Хреновы автомеханики опять опоздали. Увидимся на вечеринке. Парень, сортир в другой стороне. Только не описывайся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Извините, мистер, но гараж сейчас закрыт. Частное предприятие, но вы понимаете. Знаете что, вы завтра заезжайте. Хорошо? Я бы не отказался покопаться в такой тачке, это точно. Хм, прям как тачка Уэйда. Тоже мне сделано на заказ. А сколько понтов было. Уэйд, одним словом. Уэйд, как мне не хватает тишины и покоя. У меня аж мурашки, похоже. Вот же бедняга. Да. Куча бедной стекла. Ладно, а этот лысый пижон вроде бы безобидный. Пошли лучше выпить кофе. Отличная мысль. Давай сходим. Не подумать, что на этих шинах проехались по шипам. Не-а. Ну, этот кто-то может думать все, что захочет, Дарнелл. Но факты это не меняет. Любопытно. Как там шипы еще? Казалось бы, должно было бы хоть одно записаться. Прям фантастика какая-то. И посмотри-ка, тот осколок стекла, наверное, был здоровым, как, я не знаю, блокиратор с шипами. Ну да, и правда необычно. Знаешь, Дарнелл, а может ты заткнешься и займешься уже машиной? Будь друг. Дарнелл, а может ты заткнешься? Эрл, ты уверен, что хочешь это сделать? Если ты пойдешь против Ленни и его пацанов, никто тебя в этом городе не поддержит. Плюс, разве ты не заключал тот джентльменское соглашение? Ну, то самое, про которое я не знаю, потому что это меня не касается. Слушай, даже если он обеспечивает меня работой, это не значит, что его парни могут являться сюда, когда захотят. Как этот урок Мэйсон. Он тут на днях ударил одного из моих ребят. Так что, если они еще раз так сделают, пристрелю их за нарушение владений. Эрл, ты уж не гони лошадей-то. Знаешь, давай не будем на ночь глядя. Зверкни завтра, если не передумаешь писать заявление. Эй! Что, две шансов? Продолжение следует... 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 Ну все, тебе не сдобровать. Привет. Не оказалось ничего особенного, так что все пучком. Жизнь прекрасна и удивительна. Хе-хе, да. Не нужно бегать, мистер. В этом городе не принято торопиться. Что ты делаешь? Продолжение следует... Черт, господи. Двое! Дети у Доннелла опять бросают камни в машины. Пойду побеседую с их папой. Пойду побеседую с их папой. Пойду побеседую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...